всем привет с вами дмитрий урсул что ж сегодня 13 мая хотя вы наверно уже смотрите 14 прошло 11 лет и у нас 11 версия logic до 10 версия вышла в далеком 2013 году правда не чуть-чуть не дотянули до юбилея круглого по что 10 лоджик вышел в июле но тем не менее у нас сегодня вышли обновления mac os и с и вместе с этим как разработчики уже на прошлой неделе нам объявили они выпустили обновление в том числе и logic еще также будет обновление final cut но это не вне наших интересов скажем так какие мне эмоции я на самом деле специально записываю это видео я еще не обновлялся как вы видите на экране у меня открыт apple store и logic у меня пока что установлен 10.8.1 я конечно сейчас нажму обновить в этом видео просто хотел во-первых отметить это радостное событие и просто пробежаться рассказать свои мысли по поводу logic как вы видите здесь в apple store обновили скриншоты то есть у нас что мы видим сразу первое это то что ну естественно появились те самые сессионные музыканты скажем так помимо драмера которому уже за 10 лет привыкли у нас также появился виртуальный басист и появился виртуальный keyboard player или клавишник по-русски говоря ну судя по интерфейсу здесь такая тика некая аналогия драмера только для соответствующих инструментов но еще и обновили естественно интерфейс самих инструментов то есть это естественно будет все тестировать слушать смотреть здесь я вижу прям есть очень классная настройка я прям ее сразу вижу что можно делать скажем так акценты в партиях я очень надеюсь что то же самое сделали в барабанах потому что мне вот в драмере все эти 11 лет не хватало именно этой функции потому что приходит приходилось прям точечно двигать этот ползунок активности скажем так игры барабанщика чтобы попасть когда у него эти бочки будут близки к тому что тебе нужно потом все равно приходилось это переводить в миди и вручную дорисовывать и она есть теперь не нужно будет этим заниматься можно будет сразу прямо из редактора задать основной игру а уже все остальное искусственный интеллект который у нас посвящен посвящено это обновление уже дорисует всю основную партию исходя из того как бы это сыграл живой человек я все лучше это вижу так ну и судя по описанию того что говорят разработчики именно так они это тоже и задумывали но еще раз говорю насколько это работает в реальной практике это надо все тестировать я эти буду заниматься на этой неделе и как только я соберу некую обратную связь я запишу полноценный обзор на канале лоджик про хелл поэтому обязательно подписывайтесь если вы вдруг только попали на наш канал здесь мы говорим про лоджик про и про то как в нем работать как в нем писать музыку про все его функции но в этом видео сразу хочу так забежать вперед еще раз говорю я еще пока не обновлял даже не открывал 11 ложек я хочу это сделать вместе с вами его обновить давайте кстати нажмем на обновление я что хочу сказать что это конечно же не какое-то глобальное обновление как это было 11 лет назад с десятым лоджиком для тех кто не помнит или может быть тогда еще не интересовался всей этой темой девятый лоджик это была отдельная вообще программа она распространялась в основном на дисках потом конечно ее можно было и докачать через интернет но в общем это была прямо такая вот программа еще из прежней эпохи то есть еще из эпохи вот нулевых годов и с выходом лоджика десятого во первых переработали apple вообще в принципе всю свою экосистему переработала и как раз таки 10 лоджик уже появился в виде единого такого файла который у нас по привычке лежит в папке программы как вы знаете и с тех пор по сути ничего не менялось и этот лоджик десятый он по себе дал скажем так имел огромный потенциал для разработчиков чтобы в него просто поверх спокойно добавлять новые функции вообще в чем особенность приятная лоджика это в том что даже если что-то новое добавляется но как бы добавляется над тем что было до этого то есть даже сейчас в десятом лоджике можно найти функции из там лоджик 8 даже 7 там те функции которые не обновлялись с тех времен и некоторые инструменты тоже там есть в том числе legacy про которые тоже говорил на нашем канале выпускал такой ролик что можно вот открыть плагины которые там выпускались еще лет 20 назад они до сих пор работают в лоджик то есть ими можно пользоваться то есть лоджик это такая вот среда который сама вот над собой скажем так растет и 11 версия по сути это то самое продолжение 10 версии то есть не стоит здесь как-то прям вот драматизирую что такое то совершенно новая программа я всегда про это говорил что даже если разработчики выпустят 11 версию это будет именно доработка и скажем так ну такая скорее больше смена брендирование я думаю что просто сами разработчики устали ты бесконечно десятой версии тем более 11 лет прошло все остальные секвенсеры на рынке они каждый год себе меняют цифру там и был там постоянно обновляется кубейс постоянно обновляется я думаю что разработчики apple решили просто быть в тренде и тоже следовать этим течением тем более что с макос это случилось уже года четыре назад как вы помните у нас тоже очень долго была десятая версия макос лет тоже наверное 10 если не больше и потом вдруг какой момент они стал она вдруг стал 11 12 13 хотя по сути макос толком ничем не отличается и все про это говорят но с ложком я так думаю будет то же самое то есть именно глобально сама программа будет точно такой же будут может быть меняться визуально какие-то окошки какие-то элементики но все что мы с вами уже знаем и все что есть на нашем канале все что есть в наших курсах на бусте все это будет в 99 процентов случаев актуально и в одиннадцатом logic находиться в тех же местах если что-то прям кардинально поменяется я конечно же об этом запишу видео об этом упомяну и вот большом обзоре именно этого обновления конечно же это тоже постараюсь указать если я найду такие функции которые прям поменялись кардинально как-то но даже судя из описания я могу сделать вывод что ничего прям не поменялось просто добавили новую функцию и сменили название на 11 версию вообще я думаю что сейчас будет apple все свои программы максимально смещать фокус внимания именно с версии то есть цифр 11 12 13 а больше именно вот есть logic pro все вот он есть да сейчас 11 версии завтра там будет 10 11.5 послезавтра там будет 12 версия и точно чтобы люди сильно из этого не накручивали какое-то прям событие а вот на что нужно будет обращать внимание на функции и конечно же у нас сейчас все искусственный интеллект искусственный интеллект все вокруг в искусственном интеллекте и конечно же apple не не хотят оставаться в стороне и по сути вот даже если давайте так быстро пробежимся новые инструменты на основе искусственного интеллекта дополняют плагины smart tempo кстати интересно просто smart tempo он уже использовал некоторые фишки искусственного интеллекта с момента своего появления в версии 10.6 если не путаю и pitch correction что интересно кстати надо посмотреть в чем может быть это в том числе отразиться на flex pitch не знаю потому что все его ругают конечно до мелодайна не дотягивает но может быть алгоритмы улучшились не знаю надо смотреть и тестировать теперь более подробно теперь у вас есть целая команда виртуальных музыкантов session players это очень круто потому что когда 10 лоджик появился 11 лет назад меня он лично зацепил именно наличием драмеров девятом лоджики ничего подобного не было там все приходилось прописывать вручную а начиная с десятого лоджика все стало очень легко то есть драме реально очень облегчил жизнь хотя поначалу он был очень примитивный там было буквально несколько барабанщиков несколько жанров и потом с каждым обновлением этих жанров становился больше и больше потом появились перкуссионисты как вы помните и вот сейчас появилась уже полноценные session музыканты то есть это не только барабанщик еще басистый клавишник то есть по сути можно сделать вот прям такую базовую аранжировку теперь наверное вообще в несколько кликов что здорово но главное только чтобы все этим не пользовались и все это не звучало очень самоповторно потому что те же барабаны из драмер я очень часто слышу в разных таких скажем любительских релизах даже на итюнсе то есть вы это прям полноценно выпущенные релизы и прям слышит пресет номер один как говорится когда прям звук вот прям вот как ты открыл лоджик создал дорожку драмеры вот этот звук барабанов south of california она уже прям просто у меня уже в подсознании сидит я его слышу даже через тонну дорожек и аранжировки я могу разобрать эти звуки барабанов вот поэтому конечно народ не очень заморачивается к сожалению хотя из драмера можно вытащить реально очень классные барабанные партии если прям заморочиться можно даже так сделать что не отличишь от реальной студийной записи ну вот я надеюсь что session players будет такая же история что и не будут злоупотреблять этим функционалом и все-таки будут пользоваться им как-то так более изысканно скажем так но опять же будем все это тестировать виртуальные музыканты сэшн player смогу следу за вашим исполнением на глобальной дорожке аккордов вот кстати то о чем буквально недавно спрашивали в чате а есть в лоджике корд трек или аккордовый трек как и то есть например в том же вейсе где ты прописываешь вверху конкретные аккорды и у тебя все инструменты быстро адаптируются под тот аккорд который ты прописал глобально то есть это такой некий арренджмент трек который ну за которым следует все меди инструменты или в данном случае вот у нас еще есть session players инструменты это очень круто но это само собой напрашивалось потому что раньше у нас был только драмер единственный инструмент с искусственным интеллектом ему аккорды не нужны поэтому и собственно корд трека у нас не было теперь у нас появился басист и клавишник и естественно без аккордовой сетки он просто не будет знать что играть то есть что обыгрывать в каком ладу в какой гармонии поэтому корд трек естественно тоже обязан был появиться дальше передовой плагин chroma glow с пятью вариантами насыщенности придаст любому треку теплое звучание имитирующий звук аналоговой аппаратуры но это видимо какой-то некий ченнел стрип вот здесь есть его скриншот chroma glow такой некий сатуратор не знаем что-то типа сатурна вот фаб фильтр возможно опять же я сейчас вслепую говорю я еще logic не открывал ничего не тестировал ничего не слушал но что-то мне подсказывает что это вот такая история такой мульти плагин который тоже позволяет делать быструю сатурацию в нужных характеристиках лампа пленка и так далее на самом деле сторонних плагинов миллион уже таких logic просто решили разработчики logic просто следует за тенденциями и просто хотят иметь свое нативное то же самое что и так уже есть на рынке стереофайл теперь можно разделять на стема для вокала ударных басов и других компонентов с помощью функции stem splitter ну вот тоже то есть опять же эта функция появилась еще в айзотоп rx если не ошибаюсь в 8 или в девятой версии сейчас уже десятая версия ну то есть уже наверное в девятой версии она появилась если я не путаю music rebalance он там называется и потом появилась куча всяких онлайн-сервисов которые делают то же самое через через искусственный интеллект потом появился замечательная программа который называется рип x она такая более скрупулезно подробная но по умолчанию там тоже можно на четыре таких вот группы разделитесь на ударные на бас на все остальные инструменты и на вокал то есть теперь можно легко делать задавки легко дело вычленять там какие-то отдельные партии чтобы делать ремиксы например а капеллу можно забирать из треков просто чтобы там сделать какой-нибудь ремикс ну то есть это конечно же помогает музыкантам но еще раз говорю это функция уже есть на рынке три года минимум работает очень круто но вот лоджик решили сделать опять же нативную историю то есть разработчики чуть-чуть как бы запаздывают но apple вообще этим грешит они прям реально запаздывают но возможно они учи учли какие-то нюансы и проблемы которые были у других и у себя они сделали это как-то лучше посмотрим я не знаю я буду это тестировать ну сэша players и вот эти все нововведения естественно появились и в лоджик про 2 на ipad то есть на ipad у нас версия 2 теперь у лоджик про цифра но айпедом на ipad и лоджиком я не интересуюсь и во-первых его нету в россии в принципе он не поддерживается плюсом под подписки ну странная история спасибо что на маке не стали делать подписочную модель для 11 лоджик тоже круто фанатека ну то есть добавили здесь я так понял новые шесть басовых инструментов ну опять же для того чтобы собственно сэшн басиста у нас звучал по-новому они старыми сэмплерными инструментами еще из 9 лоджика далее исполните клавишной партии то есть тоже у нас фортепиано появились новые вместе с сэшн кейборд плеер лупы с тегами аккордов автоматически заполняют дорожку аккордов при добавлении в проект это прикольно то есть я так понял что появились в apple loops лупы в которых в тегах прописаны из каких аккордов они состоят ну например у вас есть луп восьмитактовый и в нем там четыре аккорда задействованы в клавишах и вы когда импортируете у вас эти четыре аккорда прописываются автоматически в ваш корд трек проекта и если вы что-то будете добавлять того же там сэшн басиста он будет автоматически уже ориентироваться на эти аккорды и под ваш луп делать нужную партию ну то есть опять же очень убыстряет работу ну опять же это логично было бы глупо этого не сделать доступны три новых продюсерских проекта то и точнее пакета но это набор пресетов набор лупов набор всяких настроек для канала settings и так далее и появился оригинальный многороджечный демо проект от элли диксон песни и swing ну то есть у нас всегда в каждой новой версии logic появляется какой-то демо проект от известной артистки и потом следующая версия он исчезает появляется новый пространственное аудио тоже чуть дорулили инструменты смешивания обрезки позволяют вам создавать собственной конфигурации каналов не связаны с атмос ну кстати на посмотреть это работает то есть я так понимаю что можно как-то сделать такой некий гибрид проекта с dolby atmos и при этом минуя вот этот плагин собственно атмос ну посмотрим и файлы вот этого dolby atmos а собственно теперь поддерживать не только форма dolby atmos они могут содержать настройки для стерео и других многоканальных форматов ну опять же я так все таки и не не стал пользоваться всей этой истории с dolby atmos как-то мне она не прижилась надобности нет никто из моих клиентов никогда не спрашивал о я можешь ты мне сделать спешил аудио микс как-то у нас это не пошло я не знаю как это на западе я знаю что все естественно большие артисты для apple music делают dolby atmos миксы ну потому что такая некая дань но не уважение а просто сам факт такой некая весомость что вот у меня есть спешил аудио микс но инди артисты какие-то средние артисты этим я так понял не занимаются ну в общем не так много спешил аудио миксов есть в apple music то есть не у всех артистов и обычные дистрибьюторы я так понял не занимаются именно вот добавлением отдельного микса для dolby atmos но надо будет это все потестировать то есть опять же это все надо смотреть на практике улучшение функция сведения на месте добавляет автоматические записи в режиме реального времени для регионов или дорожек используешь внешний оборудование через плагин ввода вывода logic тоже надо потестировать не очень понятно но я знаю что в лоджике есть плагин специально здесь у вас есть внешне какое-то оборудование вы можете его поставить в цепочку и у вас как бы ваш внешний прибор компрессор будет участвовать в цепочке внутри канала logic надеюсь они во первых улучшили компенсацию задержки про это здесь ничего не сказано но может быть это само собой разумеющиеся ну вот они здесь написали что функция сведения на месте на какой-то очень кривой перевод на русский язык добавляет автоматические записи в режиме реального времени для регионов или дорожек ну то есть видимо делается какая-то запись в буфер возможно с вашего внешнего девайса чтобы потом уже воспроизводить не через него а уже через запись которая ну с первого скажем так воспроизведения но может быть чтобы ускорить работу не знаю тоже надо тестировать файлы миди с генерированные поддерживаемыми программными инструментами и эффектами можно выводить на другие дорожки чтобы создавать эффект многослойности при исполнении записи вот это интересно если появилась возможность с одного меди канала отправлять сигнал на другой меди канал имеется ввиду не канала и на дорожка то это очень круто потому что эта функция уже 1000 лет есть в том же и болтон и в лоджике очень не хватает потому что ну есть много сценариев когда ты хочешь перенаправить меди сигнал с одной дорожки на какую-то соседнюю дорожку и либо записать даже либо просто использовать ну то есть не просто регион копировать а вот именно делать маршрутизацию сигнала как мы это делаем с аудио ну вас надеюсь это именно то что я понял из этой надписи опять же здесь написано улучшение то есть это как бы обновление того что было но такой функции у нас по факту не было ну можете что-то другое имеется ввиду чтобы редактировать дорожки еще эффективнее можно назначить сочетание клавиш для перемещения расширения или изменения размера выбранных областей ну то есть это тоже видимо работа именно с укрупнением дорожек друзья тоже нацию тестировать пока не очень понятно и вот как вы видите у нас здесь есть две функции это плагин chrome glow и вот этот самый stem сплиттер который у нас делит нас темы наши готовые стерео файлы то есть делит вычленяет барабаны вычленяет басы вокал и так далее а это работает на чипах м и ну то есть на маковских чипах арм процессорах и на intel к сожалению эти две функции вот помечены звездочкой работать не будут но это тоже ожидаемо apple активно топит за то чтобы все переходили с intel на их уже собственные чипы и соответственно вот начиная с m1 и новее процессоры будут поддерживать вот эти дополнительные фишки дополнительные функции опять же насколько они вам нужны еще раз вот повторяюсь что это ставим сплиттер и этот хромоглоу можно спокойно заменить хромоглоу это обычный стандартный сатуратор которых миллионы оставим сплиттер можно тем же и рык сам заменить либо онлайн сервисами либо рип эксом программы то есть ну то есть опять же ничего супер какого-то прям необходимого нет есть поэтому вы можете не переживать если вы до сих пор на intel сидите у вас эти функции не будут работать но не думаю что вы прям что-то очень кардинально потеряете что ж вот такая история такой вот получилось первое мнение мое опять же еще не открывал 11 logic ну ладно давайте откроем посмотрим как то что что у нас как у нас выглядит собственно открытие лоджика ну что ж мне пришлось отключить розету по что с розетой почему-то не хотел открываться logic поэтому я отключил розету и вот мы видим версия 11 то есть у нас в целом даже дизайн окна не поменялся иконка не поменялась ну то есть как я говорил ничего особенного гигаглобального не произошло ну тут мы это уже все прочли до комплект вечер лист так сэшем player instruments вот он кстати просит скачать 3 пакеджа это кстати тоже интересная история готовьтесь к тому что нужно будет докачивать контент этого тоже логично и вот у нас соответственно отдельно акустика electronic drums то есть новые барабанные сэмплы добавились студию бас добавился естественно новые инструменты и новые новые взаимодействия с ним еще дополнительные фортепиано именно для для клавишника появились ну что же ставим скачивания пускай скачивается ну а на этом мы с вами будем заканчивать этот ролик и как я уже сказал я потестирую все это дело и как только все будет готово я обязательно запишу ролик на канале logic pro hell поэтому ставьте лайк этому видео если вам понравилось пишите в комментариях ожидали ли вы такой быстрый внезапный выход logic 11 потому что предыдущая версия 10.8 всего лишь доросла до версии .1 это очень быстро то есть прям 5 месяцев назад было последнее обновление тут бах 11 версия ни с того ни с сего в общем пишите свое мнение будем все тестировать обязательно подписывайтесь на канал logic pro hell вступайте в наш telegram чат если вы еще не там мы там прям очень быстро обмениваемся новостями я уверен что в этом на этой неделе чат будет кипеть обсуждениями нового лоджика ну и оставайтесь на связи с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве как только я разберусь с 11 лоджиком я вам покажу все его особенности и новые функции в деталях увидимся с вами в следующих видео всем пока